Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Иркутск. He is 25 years old. 178 centimeters tall and weighing in 70.75 kilograms. His professional record. 38 fights, 33 wins, 4 defeats and 1 draw. Синего голубоец из города Иркутск. Ему 25 лет. Рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Профессиональный рекорд. 38 боев, 33 победы, 4 поражения, 1 ничья. Никита Геросимович. Fighter in the red corner from Екатеринберг. He is 24 years old, 185 centimeters tall and weighing in. 70.95 килограмм. His professional record. 27 fights, 21 wins, 5 defeats and 1 draw. В красном углу. Боец из города Екатеринбург. Ему 24 года. Рост 185 сантиметров. Вес 70 килограммов, 950 граммов. Представляет бойцовский клуб Архангел Михаил. Профессиональный рекорд 27 боев. 21 победа, 5 поражений и 1 ничья. Салимхан Ибрагимов. Рефери Эдгар Саарян. На середине парня. Команду внимательно слушаем, правила не нарушаем. Работаем по правилам. Firefight. Руки вожали, удачи. Возраст, рост и вес бойцов на ваших экранах. Чуть повыше Салимхан Ибрагимов, но на год младше. На 7 сантиметров, но если это чуть повыше. Ну да. Ну не 10, не 15. Ну да, для легкого веса парень высокий. Тут вопросов 0. Давайте смотреть. Салимхан у нас решил попрессинговать. Окопался в центре ринга. Перчатки с красным скотчем. Это он. Ну и... Пока что бесконтактный бой у нас. Пошел вперед Горасимович. Как это говорится, да, еще один комментаторский шаблон. Бойцы присматриваются друг к другу. Разведка. Ну вот такая разведка на ближней дистанции попал двумя боковыми Горасимович-то. Как-то пока немножко сумбурно работает Никита. У нас сегодня, кстати, много Никит в карде. Да, это правда, на самом деле. Я тоже обратил сейчас внимание. Задумался. Хорошо. От Ибрагимова. Ну, Ибрагимов, кстати, в свое время много тренировался в Таиланде. Нужно отметить. С различными очень высокими... О, хороший какой хайкик. Так, в челюсть туда. Салимхан пока ударов выбрасывает мало, но они в основном точные. Да, и очень жесткие. Попытаясь сейчас Горасимович. Обнимайте, не скручивайте. Ну вот, кстати, Ибрагимов-то в связи с его тайским бэкграундом должен, по идее, локтями хорошо работать. Да, но здесь пока локтей мы особо не видим. А локти... Сайверфайт экстрим вроде как главная фишка, что есть локти, но ими пока особо никто не пользуется. А локти страшное оружие, еще раз я говорил. Да, это правда. Ох, шок-ка! Хорошо, отлично отработал. По этажам переключил, попал. Отличай, Горасимович. Слушайте, ну ребята, как на удар заряжены. Так, назад его бы. Не знаю, появилась ли фейерфайт система бонусов за нокаут вечера, удар вечера, бой вечера, там, и так далее. Но вот я думаю, что они бы работали еще лучше, если бы такая система появилась. Мотивация. Шаг назад. Мотивация, да. Жестко попадает. Да, уже туда в корпус. Салимхан и Барагимов. Не удерживаем внимательно. У нас здесь, кстати, только один удар в клинче разрешен, не два, в отличие от классического фейерфайта. Один удар успел нанести Салимхан. Вы, под вас сразу удар, не удерживаем захват. А, вот так. Да, да, тут такие тонкости, что держать нельзя, нужно взять, ударить, отпустить. Ибрагимов выше рост, и, соответственно, мы ждем от него работы Натальни, но вот пошел Герасимович на сближение. Прошли колени в корпус. Упс. У нас, дорогие друзья, продолжается бой. И я, кстати, заметил тоже. О, жестко, извини, перебью тебя, коллега, жестко там отработал Ибрагимов. А у нас как раз, кстати, за Ибрагимова Магомед Курбанов болеет в зале. Я тут обратил внимание, что он буквально прямо над нами стоит и болеет за Ибрагима. Почему я не удивлен? Не знаю. Почему-то вот вы не удивлены. Потому что... О, бедвист прошел. От Ибрагима. Да, именно так. И там на колено опустился Герасимович. Это уже трейдаун. А вот это уже чистейший нокдаун. Два, три, четыре, пять, 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 семь, 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 восемь. Времени в окон у Ибрагимова. Пойдет ли он на добивание? Пей на здоровье. И снова попал. Нет, решил рефери, что... Мне кажется, от удара, ну ладно. Ну там... Но быстро встал. Совпали векторы. Да, да, есть такое правило. Но опустился Магомед Курбановичу нужно сейчас выигрывать время клинчевать. Ибрагимов, время есть. Будет ли он микрофонить или попытается все сделать досрочно? Да вряд ли он будет микрофонить, он с самого первого раунда заряжается на удар, поэтому ему смысла нет, мне кажется. Он будет пытаться до верного довести, вот это я точно могу сказать. Ну, у Никиты Козлова в свое время тоже был шанс закончить бой досрочно. Мы все помним, чем в итоге все закончилось. Это правда. Стоп! Побыстрее, побыстрее. Файк! Не держимся! Стоп! Все правильно, Герсинович делает, он выживает. Да. Для него дело чести достоять. Ну как дело чести, еще есть третий раунд, там вот шанс будет. Достоять во втором и восстановиться за перерыв и показать себя в третьем, я это имел в виду. Ну в курс. Не держим, не держим! Стоп! Стоп! Сейчас назад. Файк! Не, 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 Герасимович с точки зрения именно для того, чтобы не пропустить еще одну плюшку, все правильно делалось. А мне кажется, он плюшки пока пропускает причем. Ой, там куда-то в район вискал этот удар, получился немножко неприятный из-за того, что отвернулся Герасимович. Но, кстати, подплывает немножко Никита. Да, и продолжает отпускать. В ощущение, что он до конца не восстановился после нокдауна. Нейтрального лета. Я вам последнее замечание делаю. Не хватаемся. Захват сразу удар. Последнее замечание. На середину. Герасимович с точки зрения. Герасимович очень строгий рефери. Но справедливый. Абсолютно. О, как попал. Слушайте, навстречу прямым ударом там назад, как не валяшка, можно сказать, сплясал сейчас Никита. Вот эти хлёсткие удары. Я прогринул. Как нет? Держит палец от Гарсариан. Второй как даун. Да, у нас здесь, если я не ошибаюсь, точно так же. Три за раунд, четыре за бой. Восемь. Готов. Вперед. Файк. Есть ещё время у Санимхана и Буракимова. Совсем немножко только. Да. Третий раунд начинается. Жётко. Внимательно. Но здесь не считает нокдаун, потеря равновесия стороны. Герасимовича были не очень довольны Никитой в его углу, мы слышали. Никита может прозвучить не очень. Просто весь красный. Мне кажется, ему попали уже везде, куда можно. Время как Салимхан более-менее чистым выглядит. Шагом зад. Файк. Ну, Салимхан сейчас будет просто поцареть, мне кажется. Он рисковать сам не будет, вперёд не пойдёт. Так будет на своей дистанции работать. Да, мы видим, да? Он вынуждает Никиту идти вперёд. Да, он хочет подловить, я думаю. Там так мышка вытягивает на себя, финтит. Вот сейчас он так. Казал миггл кик. По защите. Дёргает, дёргает, дёргает. Ох. Это было хорошо по задумке, но по результату не вышло. Опа! Бам! Выцелил. Третий нокдаун в поединке. Выцелил Салимхан. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Готов. Хайп! Друзья, ещё один нокдаун, и бой будет остановлен. Вне зависимости от того, нокаут или нет. Опа! Салимхан, да. Работает уже на выбор. Просто расстреливает. Отвещает миггл кик. Он в корпус Никита Герасимович. Ну, тяжко, Никите. Тяжко. Он настоящий воин, но ему очень-очень тяжело в этом поединке. Второй бой подряд в Firefight Extreme. Где локти? Мы их вообще видели? Вообще нет. Если честно. Мне кажется, ребята просто забыли про это. Да, может быть, не уверены или, да, забыли. Не знаю. Как-то, ну, нет локтей. Хотя, вроде, главная особенность правил. Не стали считать нокдаун. А, подскользнулся, потому что... Ну, там удар тоже был со стороны Ибрагимова. Ну, так сказать. Следом. Ну, Салимхану можно вообще не рисковать. Конечно. Три нокдауна. Просто бой до решения довести. Тем более времени осталось-то, ну, совсем чуть-чуть. Клинчует Герасимович все правильно делает. Но вот сейчас для него дело чести – достоять бой. Да? О, Супермен панч прошел. Вот так вот. И еще попадает Салимхан Ибрагимов. Ну, слушайте. Очень много пропусканий. Итак, в этом бою победу единогласным решением судья держал и победил по единственной решению Салимхан Ибрагимов. АПЛОДИСМЕНТЫ Салимхан Ибрагимов. Спасибо. Продолжение следует...